МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избежать столкновения не смог, хоть и ехал небыстро. Мы медленно, 15 минут, час поехали. Троллейбус протаранил внедорожник в центре Казани. Не весь труд одинаково полезен. В ходе допроса он признался, что устроился наркокурьером в один из интернет-магазинов. Водителя в состоянии наркотического опьянения задержали с партии товара. Это и не только прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотел сэкономить время, но этот фокус у водителя Фольксвагена не удался. Поворот в неположенном месте и ограниченной видимости из-за высоких сугробов. Все это стало причиной крупной аварии на перекрестке проспекта Победы и улица Фучика. Немецкую иномарку на полной скорости протаранил Форд. Рамиль Шайдолин знает подробности. Там знак только прямо, то есть он уже нарушал, налево заезжал под знак. То есть здесь нет вообще поворота налево с той стороны, когда едешь. Друг водителя Форда утверждает, что причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения водителем Фольксвагена Джетта. Говорит, он стал поворачивать налево с проспекта Победы на Фучика. Такой маневр в этом месте запрещен. Прямо выехал за сугробу, буквально в нескольких метрах от меня. Даже ничего не успел. С него вот сюда же докинуло, а меня развернуло. Водитель Форда рассказывает, ехал по проспекту Победы со стороны Дубравной в сторону улицы Зорги на работу. Скорость не превышал, на перекресток выехал на зеленый. Вот тут-то перед капотом и увидел Фольксваген. Пытался затормозить, но не хватило ни времени, ни расстояния. В итоге Форд въехал прямо в правый бок немецкой иномарки. Говорит, хорошо, что там не было пассажира, иначе человек мог бы серьезно пострадать. Водитель Фольксвагена как-то прокомментировать происшествие отказался. Однако, по словам водителя Форда, вину свою признал полностью. А пострадавших нет вообще? Как нормально? Ну, водитель на головную боль жалуется. А он один в машине? Он один в машине был. Друзья водителя Форда приехали быстро. Молодой человек им признался, что чувствовал себя плохо и жаловался на головную боль. Сказал, что может понадобиться помощь медиков. Второй участник аварии не пострадал. Рамиль Шайдулин, Афиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. А несколькими часами ранее, недалеко от этого места, столкнулись три автомобиля. Практически каждый из участников ДТП считал виноватым водителя автобуса. Столкновения с общественным транспортом не было. Но все в один голос утверждали, что именно он и спровоцировал аварийную ситуацию. Мнение сторон в репортаже Динары Камаловой. Вы как считаете, что виноват? Виноват автобус. Эту версию поддержали все водители столкнувшихся автомобилей. И не только рассказывают. Все прекрасно видели, что водитель автобуса спровоцировал череду аварий, резко вывернув руль влево. Водители, едущие в трех полосах слева, от автобуса были к этому не готовы. Хотел, видимо, откнуться в карман. Потом, видимо, то ли передумал, то ли что, он уже не убедился, что слева стало и никого нет. Начал резко выворачивать. Следом шел ягу оружие, то есть по третьей полосе получается. Он этот маневр автобуса заметил, начал отторматься, видимо, может занесло, может что. Его потащил сюда. В последующей полосе вот эта красная. И я уже здесь по крайней левой, то есть когда я уже увидел, что это разворачивает машину, я вот сюда вот на обочину ушел, сюда как можем левее. Всего столкнулись три автомобиля, автобуса в этом списке нет. Впрочем, участники аварии дали понять его водителю, что ему придется дожидаться автоинспекторов вместе со всеми. Хотя сам мужчина свою вину не признает и заявляет, что не делал никаких резких маневров. На выход не было, и на вход не было, я даже не останавливался. Вы сейчас вывернулись в левую никак? Вот я как ехал, так не ехал. А почему вас обвиняется? Вот как будто я помешал. Свидетелем всей ситуации стала девушка-водитель Форда. Она двигалась в потоке вместе со всеми, но смогла избежать аварии. Автоледи решила остаться на месте происшествия, чтобы поддержать владельцев столкнувшихся легковушек. Стал выезжать, а поворотник у него включен, мигает правый, а сам выезжает на дорогу. Видеорегистраторов ни у кого не оказалось, а значит доказывать свою правоту участникам аварии придется на словах. Пока автолюбители дожидались сотрудников ГИБДД, на этом участке дороги образовалась серьезная пробка. Динара Камалая, Рад Назипов, Азат Самигулин, вызов 112. Тойота и троллейбус столкнулись на улице Пушкина. По предварительной версии, иномарка выезжала со второстепенной дороги и не уступила общественному транспорту, как это предписывали правила движения. В результате аварии автомобиль вероятного виновника ДТП получил сразу несколько повреждений с разных сторон. Последствия увидела Альбина Минебаева. Если у троллейбуса повреждений минимально, то у внедорожника куда все печальнее иномарки досталось как спереди, так и сбоку. По предварительной версии, водитель автомобиля, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества общественному транспорту, который только-только выехал с перекрестка. Что водитель делает? Мы медленно, 15 минут, сейчас поехали, медленно, полно. После перекрестки я начал двигаться. В результате аварии ни водители, ни пассажиры не пострадали. Владелец Тойоты своей вины не отрицал. Комментировать произошедший мужчина отказался, но о причинах, приведших к этому происшествию, рассказал второму участнику столкновения. Он вышел, он сразу говорит, я виноват, говорит. Я что-то не мог остановиться, говорит. После оформления всех документов сотрудниками ГИБДД транспортные средства покинули место происшествия своим ходом. Альбина Венебаева, Айрат Називов, Азат Санегулин. Вызов 112. На перекрестке улиц Восстание и Восход столкнулись Део Матис и Лада 12 модели. Оба участника аварии отрицали свою вину, перекладывая ее друг на друга. Кто же все-таки выехал на красный? Нафиса Минязова поговорила с обоими водителями. Он говорит, я виноват. У него сразу откуда-то поддержка подоехала. Буквально секунду я только вышел, и тут же я сама подъехал на Нива, какой-то мужик, и на меня ехать начали. Водитель иномарки рассказал, до приезда сотрудников ГИБДД на него пытались надавить и заставить признать вину. Но пенсионер уверяет, стоял на своем. Признается, стаж вождения большой, но это для него первая крупная авария. А без машины, говорит, никуда. Он инвалид второй группы. Ездить старается аккуратно, рассказывает. Ехал из дома в кадастровую палату, оформить земельный участок. Двигался по улице восход в сторону Гагарина, и когда пересекал улицу Восстание, слева на высокой скорости и на красный свет выехал отечественный автомобиль. Удар был сильный, ладу развернуло на 120 градусов, а иномарка практически вылетела с дороги. От выезда на тротуар и столкновение с домом спас сугроб, в котором и завяз Матис. А вот водитель отечественного автомобиля считает, что именно водитель Део двигался на высокой скорости на красный сигнал светофора. Он на красный выехал, да. А как остановились? Я вот здесь меня развернул, вот где газелька. А у него скорость что ли высокая была? Да, прямо перед лицом, он гнал. Рассказывает, сам ехал по улице Восстание в направлении улицы Чуйкова на работу. На перекресток, уверяет, выехал, ничего не нарушая. И тут перед ним появился Део Матис. Но пенсионер уверяет, у него есть доказательства обратного. Тут водитель был, до второго автобуса видел. Сейчас остановился, обратно ехал, остановил, дал мне флешку свою. Он говорит, 100% меня на красный лист. Мужчина надеется, что запись поможет автоинспекторам определить настоящего виновника этого происшествия. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. В набережных Челнах пьяный мужчина выбросил из окна третьего этажа пятилетнюю девочку. По версии следствия, в ночь на 6 февраля 34-летний мужчина распивал спиртное вместе со своей сожительницей. В это время у нее гостила внучка. Трагедия произошла из-за ссоры, возникшей между взрослыми. В какой-то момент он просто выкинул ребенка в окно. Очевидцы вызвали скорую помощь. Девочку доставили в больницу, где у нее зафиксировали различные травмы, в том числе перелом руки. Смертельных травм удалось избежать благодаря небольшим снежным сугробам. Початый совершенный преступлений мужчина признал в полном объеме. Следствием в отношении возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего. Кроме того, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании отношений мимо меры пресечения в виде заключения под стражу. Сознался, что устроился наркокурьером в один из интернет-магазинов. Но полноценно поработать еще не успел. Полицейские на одной из заправок Казани задержали 23-летнего водителя, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При себе у молодого человека обнаружили несколько свертков с наркотиками. Чуть позже нашли еще в закладках в разных районах Казани. Айрат Назипов с подробностями. Уважаемые понятые, прошу обратить внимание. Подойдите, пожалуйста. Что заходится внутри данных свертков? Я не знаю, что это. Не знаете? Полицейские, конечно, догадывались, что находятся в свертках, обнаруженных в кармане 23-летнего жителя Зеленодольска. Но решили все же проверить. Прыжкообразное вещество белого цвета. Его задержали на одной из автозаправок Казани. За рулем молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. На основании имеющейся информации о противоправных деяниях молодого человека, полицейские в присутствии понятых провели его личный досмотр и полный досмотр автомобиля. И изъяли 12 свертков с синтетическим наркотиком. Общий вес обнаруженных наркотиков превысил 10 граммов. Чуть позже на допросе молодой человек сознался. Устроился наркокурьером в один из интернет-магазинов. 20 граммов наркотиков, распособленных на мелкие партии, он должен был разложить по тайникам в разных частях города. На момент задержания он успел оборудовать только 6 закладок. Приволжском, Новосавиновском и Советском районах. В ходе следственных действий три из них были изъяты полицейскими. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Айрат Назипов, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин